Здоровая нация, сильная нация, партия Единая Россия и депутатский корпус организовали в театре «Наш дом» бесплатный показ спектакля «Морфий». Главная цель – борьба с наркоманией. К искусству приобщили многодетные семьи, старшеклассников и педагогов. Подробности в сюжете Виктории Калашниковой. Дарья и Алена с детства мечтают стать актрисами. Помимо учебы занимаются вокалом и танцами. В театре «Наш дом» не первый раз. В этот заинтриговало название спектакля. Страшное слово «наркотики» стараются даже не произносить. Большинство подростков у нас сейчас увлекаются вот этим всем. Мне бы не хотелось быть как все. И хотелось бы очень посмотреть этот спектакль и может быть чему-нибудь меня научат. Члены партии Единая Россия верят, что свою оценку спектаклю дадут как педагоги, так и школьники. Ведь цель этого мероприятия – предупредить пагубные привычки, которые могут привести к трагедии. Очень актуально сегодня, потому что проблема наркотиков, она, ну если не на первом плане, то одна из очень важных среди молодежи, особенно старших классов. И мы считаем, что пусть они один раз собственными глазами увидят, к чему приводят наркотики. Театр, в отличие от кино, имеет множество преимуществ и для режиссера. Изучая впечатления зрителей, спектакль можно совершенствовать постоянно. Самым последним звеном в любом спектакле является зритель. Он ставит все на свои места, поэтому, по-моему, доделывают спектакли все режиссеры, и я в том числе. «Морфи» – это продолжение, как я считаю, задумкой Сергея Метелкина, режиссера, который поставил «Доктор первый год». Спектакль, который у нас занял множество призов. Недавно мы приехали только из Стамбула, нам четыре там приза дали. Многие актеры в этом театре служат искусству более 15 лет и сыграли немало ролей. По их мнению, жизнь, прожитая героями этого спектакля на сцене, заставит задуматься зрителей любого возраста. Стоит смотреть любому молодому человеку, потому что он при любом раскладе поймет, что это не так все просто, что это очень опасно, это очень страшно. В жизни много соблазнов, мучное, сладкое, сигареты, алкоголь и, к несчастью, наркотики. Именно о последнем своем произведении рассказывает Михаил Булгаков. Ведь девиз «в жизни нужно попробовать все» зачастую приводит к печальным последствиям. Виктория Калашникова, Дмитрий Алексеев, Служба новостей. Дмитрий Алексеев, Служба новостей.